Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы берем интервью у Андрея Мирошниченко, замечательного человека, автора школы эффективных текстов, школа медиа называется, если правильно помню, и просто замечательного автора книг и интересных видео в YouTube. Найдете его потом, очень много интересных вещей можете узнать. Здравствуйте! Добрый день! Ну, прежде всего, хотелось, наверное, спросить о вирусном редакторе, о том, как продвигать себя в соцсетях, в том же YouTube, себя и свою компанию. Всем знаком, наверное, феномен вирусного распространения информации. Когда люди, находя что-либо интересное, размещают ссылку со своим комментарием, вступают в споры, и таким образом наиболее интересные темы они получают возможность достигать обширной аудитории. Это явление, оно позволяет нам ориентироваться в огромном вале информации, которая существует в интернете. Когда интернет возник, и когда люди там попадают туда, а еще вернее, когда люди не попадают туда, но знают о том, что есть такое вот дело интернет, они думают, что это свалка информации, что это свалка сообщений. Интернет, с точки зрения воспроизводства, производства информации, это действительно свалка. Там есть все, что угодно, и нет никаких ограничений для человека, чтобы разместить что-либо в интернете, опубликовать что-либо в интернете. И в этом смысле раньше это авторство было ограничено. Только журналисты, писатели, ученые, художественные деятели могли сообщать что-либо неограниченному другому полиции. Сейчас этот барьер исчез, и количество авторов выросло невообразимо. Я подсчитывал разными способами. Всего в истории человечества было около 300 миллионов авторов за все 6 тысяч лет письменной цивилизации. Сейчас, единовременно, после 15-20 лет распространения интернета, возможность публикаторства, то есть технического авторства, имеют 2 миллиарда человек. Вот было 300 миллионов, стало 2 миллиарда. Конечно, это огромный объем информации, и кто-то уже говорит, что за 10-20 лет человечество производит информацию больше, чем за всю предыдущую историю. И понятно, что у нас появляется представление о сумме, о свалке, об огромном объеме ненужной информации. В реальности никто из нас свалку не потребляет. То есть свалка производится, но не потребляется. В реальности каждый из нас потребляет как раз так информацию, которая для него представляет наибольший интерес. Существуют определенные механизмы, которые позволяют нам фильтровать эту информацию. Причем нельзя сказать, что мы ее фильтруем, потому что мы такие умные, или мы хотим так поступать. Так устроена сама среда. К таким механизмам фильтрации относятся, ну, прежде всего, технические средства, такие как закладки нашего браузера. Например, найдя что-либо интересное на ком-либо сайт, или зная, что этот сайт поставляет интересную информацию, мы делаем закладку и посещаем потом этот сайт. То есть мы уже отсекаем и другие каналы информации к нам. Далее. В социальных сетях мы формируем список друзей. И те сообщения, которые делают наши друзья, они попадают в нашу френд-ленту. Вот френд-лента – это тоже способ доставки нам того, что интересует нас. Потому что, выбирая друзей, мы, как правило, выбираем людей, ну, более-менее близких по своим суждениям. То есть это тоже определенный фильтр. Мы не выберем, ну, или почти не выбираем в основном массиве, людей, которые интересуются всем другим. Таким образом, настраивается тоже определенный фильтр, который поставляет нам информацию наиболее интересную. Вот это технические средства, закладки браузера и френд-лента. Но существует также вот этот механизм, который я называю вирусным редактором. Это механизм доставки нам сообщений, которые, ну, представляют для нас наибольший интерес. Опять-таки, за счет того, что мы интегрированы в круг наших знакомых, примерно с такими же интересами, как у нас, мы можем видеть то, что читают о них, то, что говорят о них, то, что обсуждают о них. Они обсуждают это в рамках действия этого вирусного редактора. Как он устроен? Вирусный редактор состоит... Это своего рода искусственный интеллект. Это нейронная сеть, распределенное существо интернета. А каждый человек в интернете желает отклика. И единственный мотив существования, на мой взгляд, людей в интернете, это желание отклика. Желание отклика – это возможность социализации. Ведь если мы что-то производим, сообщаем, если мы просто существуем даже, для нас важно, чтобы окружающие определенным образом на это реагировали. Это не связано с интернетом, это вообще принцип социализации людей. Даже можно, наверное, сказать, что это принцип сосуществования стадных животных. Потому что они тоже реагируют друг на друга, и это лежит в основе их сорганизации. Понятно, что у человека все это делается на более высоком уровне психологическом. Иными словами, человек ищет отклика и хочет, чтобы на него реагировали. Это не значит, что он специально это делает. Это условия его существования в обществе. Как можно получить наибольший отклик? Наибольший отклик можно получить, если делать интересное сообщение. Таким образом, люди интуитивно, часто неосознанно начинают либо опытным путем, они учатся и понимают, что такого рода сообщения наиболее интересны для окружающих, для моих френдов, для тех, кто читает мои сообщения или может их нечаянно увидеть. И люди там научаются постепенно сообщать то, что становится наиболее интересным. В этом смысле это функция редактора. Увидеть нечто интересное, обработать его, опубликовать и распространить с целью привлечения внимания. Это ровно та работа, которую делает редактор. В операции было, может быть, несколько сотен тысяч людей, которые занимались редакторской работой в мире, а сейчас этим занимаются несколько сот миллионов людей. Таким образом, вот почему я это называю редактором. Потому что каждый человек является таким микроредакторчиком. Увидел интересное, сообщил об этом. Это не означает, что каждое сообщение становится интересным. Но дальше происходит вот такая интересная вещь. Отбор интересности в современном мире происходит не до опубликования, как раньше, а после опубликования. Если раньше опубликовалась та информация, которая может представлять интересную или важность, и это отбирали как раз таки профессиональные редакторы. Либо авторитеты. Власть, религия, бизнес, формальные средства массовой информации. То есть они до публикации производили отбор интересного, руководствуясь своим представлением о том, что же нужно сообщить людям. И здесь была известная возможность для манипуляции. И для того, ну, определенные институты, там, власти или капитала, да, или даже естественной массовой информации, могли отбирать ту информацию, да, которую, как они считали, может быть, интересной людям. Здесь была, конечно, возможность и для спекуляции, и для продажи вот этой функции, да. То есть вот эта функция отбора предварительного, да, она могла быть, в принципе, коррумпирована. Мы с этим часто сталкивались. А теперь такого барьера нет. Нет специальных институтов, которые разрешают опубликование, да. Все публикуют все, что угодно, все, что угодно, да. Это не значит, что человек публикует что-то интересное. Но вот потом происходит отбор интересного. Потому что если человек опубликовал действительно интересное, и здесь важно слово «если», «если» опубликовал действительно интересное, то это интересное начинает зарабатывать отцы. Другие реагируют. Каковы возможные реакции? Перепост. Ответный комментарий. Перепост с комментарием. Перепост с сокращением какой-то части информации. Перепост с добавлением какой-то части информации, да. Почему другие люди делают это? Потому что они ведь тоже таким образом находят интересное, если они считают, что это интересно. И они интуитивно тоже хотят отклика на свое действие. То есть всякий перепост или даже кнопка лайк, это по сути некоторое публикаторское действие, авторское действие, которое позволяет тоже включиться в эту взаимную добычу отклика. Другие видели, что я это залайкал. Другие определенным образом ко мне отнесутся. Я тоже социализируюсь. Иными словами, сейчас для авторства даже не обязательно тексты создавать. Я это называю ленивым авторством. То есть авторство, которое осуществляется с помощью мышки. Не клавиатуры, а мышки. Нажатием нескольких кнопок на экране. Это тоже возможность публикаторства. Иными словами, другие люди тоже отбирают интересное и публикуют в просчете на отклик. При этом они видоизменяют в большинстве случаев, во многих случаях, входящее сообщение, добавляя что-то от себя. И они уже претендуют на то, чтобы получить отклик на собственную публичную активность. То есть не просто транслируют, ретранслируют входящее сообщение, а изменяют его. Мы рассмотрели это как такой атомарный акт один. Теперь представим, что таких актов может быть десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч. И мы понимаем, что сообщения, которые действительно важны, они собирают сотни тысяч перепостов, комментариев, добавлений, улучшений. В ходе этого изменения происходит не только отбор значения, но и отбор лучших формулировок, удачных фраз и так далее. Таким образом, в масштабах всего общества, либо небольших сообществ, кристаллизуется значимость. Потому что каждый, когда каждый добавляет то, что он считает интересным, или убавляет то, что считает неинтересным, таким образом, впрямую действует общественное мнение. Не кто-то выражает, как СМИ или как политики выражают свое представление об общем мнении, а общее мнение выражает саму себе. То есть в буквальных вот этих вот микроскопических микроведактурах, в таких вот маленьких транзакциях каждого человека. Это можно сравнить с прямой и представительской демократией. Демократия изначально была прямой, то есть все члены племени высказывались, идти на зимовку или не идти. И голос каждого, кто имел голос, имел значение. Но потом, когда общество усложнилось, возникла представительская демократия, возник социальный контракт общества и политиков. И политики подрядились представлять мнение людей в сфере коммуникации, журналисты подрядились представлять мнение людей. Сейчас мы на новом уровне, благодаря техническим средствам, возвращаемся к идее прямой демократии. Общественное мнение выражается непосредственно с помощью вот этого механизма вирусного редактора. И вирусный редактор, в конце концов, позволяет нам получать и потреблять именно те темы, события, сообщения, которые действительно значимы. Мы не потребляем всю свалку в интернете. Вирусный редактор, в котором участвуем мы, в котором участвуют другие люди, доносит до нас то, что действительно значимо, улучшая по пути эту информацию. Часто спорят, ну как же улучшая, ведь в интернете распространяется в том числе всякая гадость. Я думаю, что вирусный редактор все-таки, в конце концов, улучшает и качество дискуссии, и качество человека, участвующего в вирусном распространении. Почему это происходит? Опять-таки, довольно модно сравнивать вирусный редактор с реакцией толпы. Ну, там, толпа стада хомячков отреагировала на что-нибудь и побежала там туда-туда. По моему представлению, вирусный редактор и его действия прямо противоположны действию толпы. Толпа расперсонализирует человека, толпа освобождает животных, стадный инстинкт. Все начинают действовать в резонансе, колебаться вместе, кричать вместе, что-то делать вместе. То есть, индивидуальность растворяется в толпе, это известно. Когда человек при вирусном распространении информации пытается добиться отклика, он ведь хочет добиться отклика на свою индивидуальность, он хочет, чтобы оценили некоторые его действия, даже самое примитивное, простой репост или лайк. Он, тем не менее, вкладывает некоторые личные желания. Иными словами, толпа расперсонализирует человека, вирусный редактор персонализирует человека. Как действует человек, если его персонализация имеет значение? Безусловно, возможны попытки привлечь внимание гадостью. И они существуют, их огромное количество. Но фишка в том, что это ведь человеческое общество, и оно распространяет ту информацию, которая значима с точки зрения социализации. Вот гадость, как правило, не распространяется дальше первого круга заражения. Ну, это, например, можно на примере порно рассмотреть. Известно, что порно-трафик в интернете массивный, считается, что один из самых массивных с точки зрения тематики. Но ведь порно не обсуждают. Порно не имеет вирусного распространения. Наверное, есть любители, которые обсуждают порно. Но с точки зрения общественного интереса, порно не имеет вирусного эффекта. И многие темы, связанные с гадостью, они, как правило, не имеют вирусного эффекта. Единственная возможность у гадости получить вирусный отклик, это когда эта гадость какая-то выдающаяся. И все люди говорят, о, посмотри, какая гадость. Но они ее таким образом и маркируют, что это гадость. И тогда все начинают обсуждать, что какая гадость. То есть, в принципе, они любят конфликты в таком плане. Да, и смысл в том, что, желая отклика на свою персональность, статистический человек, статистически значимый человек, он хочет выглядеть хорошо в глазах общества. Он старается быть лучше. Это психологически можно появить на простых примерах. Скорбую семьи или близких друзей человек может себе позволять много. Но когда он выступает перед реальной аудиторией или воображаемой аудиторией, он все-таки старается оказаться лучше. Он определенным образом табуирует свою речь, чтобы личное не проспочило. Он выбирает темы, которые по его представлению интересны в обществе, о которых прилично говорить в обществе. Таким образом человек, он как бы улучшается. Точно так же в вирусном редакторе, не думая, что это рационально, но тем не менее человек выступает перед воображаемым обществом. И понятно, что наибольший отклик получают те люди, которые соответствуют некоторым стандартам общественной доброкачественности. Здесь еще вот такой интересный эффект возгонки качества сообщений в интернете. Я его называю медиаэволюцией. В принципе, в интернет люди, наибольший массив людей, приходят с сообщениями каких-то забавных таких вещей. Обычно это на примере кошечек показывают. Кошечки имеют большой перекос. И в принципе, не надо больших талантов, и любому человеку доступно разместить фотографию с кошечкой и собрать лайки, обсуждения, такая няшная кошечка и так далее. И этим пользуются все, но это может дать массив отклика, но дает довольно низкое качество отклика. Вот люди, которые на эту ступеньку заходят, они неизбежно, не все, но такая возможность перед ними открывается, и многие ее пользуются. Начинают обсуждать какие-то более серьезные темы. Они переходят к теме взаимоотношения людей, темы, связанные с нравственностью, с моралью. Это высокие слова. Так или иначе, люди обсуждают взаимоотношения людей. Это уже социальные вопросы. Это уже не просто кошечки. Дальше, естественно, что такого рода темы, в них человек чувствует себя выше, чем просто обсуждение глупостей. Дальше медиаэволюция ведет к тому, что люди начинают участвовать в волонтерских движениях. Они начинают поддерживать сначала в интернете какие-то инициативы, которые представляют гражданскую значимость, социальный интерес. Это было видно на примере тушения пожара, когда люди в интернете, если они не могли сами выезжать и не выходили в офлайн, то они помогали деньгами, помогали информацией, создавали какие-то логистические возможности. То есть распространяли сообщения даже, потому что, как уже известная формулировка, минимальной единицей гражданской активности является репост. То есть ты можешь даже распространить какое-то сообщение, которое ты считаешь, что оно является важным. И ты уже проявил некоторую гражданскую активность. И вот эта система, она работает на повышение человека. Кошечки, обсуждение человеческих отношений, потом обсуждение каких-то уже социальных отношений, волонтерства, и потом политик. Потом наступает политический активизм. Вот человек, получивший возможность публикаторства человека, как сам себе медиа, он имеет возможность пройти эту эволюцию от кошечек до политического активизма. И в этом смысле это неизбежность. Конечно, не все проходят. Это некоторая пирамида, где в подошве кошечки, и дальше уже этажи надстраиваются, сужаясь. Потому что не все выходят на верхний уровень этого медиа-активизма. Но это некий эволюционный процесс, он неизбежный. И любое общество, которое получит интернет, начнет с кошечек, с просмотра порно, опубликование фотографий кошечек, потом начнет обсуждать человеческие отношения, потом начнет обсуждать социальные отношения, и потом займется политикой. И в этом смысле переход интернета и хипстеров, людей далеких от политики, переход их в какую-то очень активную фазу политического возбуждения был неизбежен. Это благодаря тому, что была освобождена медиа-активность. Вот эта эволюция медиа, человека как медиа, медиа-эволюция, она неизбежно приводит к этому. Интересно. Я прям вижу, узнаю себя во многих моментах, в том числе как маленький редактор на этой системе. Ну, наверное, тогда вытекающий из этого вопрос, а как сделать такой интересной статью, текст, чтобы он не только служил своим целям, рассказать чем-то о ком-то, продать что-то кому-то, но чтобы было интересно, чтобы ему тоже могли бы постить. Ну, большая тема, она как бы разделяется на теоретическое обоснование и огромный массив практических инструментов. Теоретическое обоснование и такой достаточно простой совет выглядят следующим образом. Современная цивилизация накопила опыт такого специального навыка по привлечению внимания. Этот навык концентрируется в журналистской профессии. Вот медиа, старые первородные медиа, то есть СМИ классические. Это профессиональные институты привлечения внимания к общественным злободнёжным темам. Они умеют создавать аудиторию, трафик, рейтинг. Соответственно, для того, чтобы частным образом делать эту медиа-активность хорошо, надо научиться тому, что делают журналисты. Очень такой простой совет, который на самом деле может быть реализован. Навыки журналистки, как оказывается, они, в общем-то, перенимаются. Если так подумать, нет ничего специального в журналистской профессии, которая не была бы доступна людям. Единственное, что ограждало журналистскую профессию, это доступ к публикаторству. Это доступ к Останкинской башне, доступ к типографии, политическое разрешение на опубликование, как было в Советском Союзе, финансовый допуск к возможности опубликовать розеты или делать телевидение. Все эти допуски уходят в прошлое. И когда мы вот эти физические ограничения снимаем, то оказывается, что частный человек тоже может публиковать информацию, но он сталкивается с другими проблемами. Первое, собственная лень, потому что вообще-то быть автором довольно-таки тяжело, надо сконструировать тексты. И второе, это высокая конкуренция, потому что таких, при том, что это тяжело, но учитывая, что среда 2 миллиарда, а из них активных все равно миллионы, сотни миллионов авторов, то конкуренция все равно на порядке выше, чем даже среди журналистов и авторов прошлого. И в этом смысле как бы лень и конкуренция, но мы предположим, что авторы, которые хотят быть активными, как тяжелый, хард авторы, которые хотят добиваться отклика для каких-то своих целей, для реализации эмоциональной, для бизнеса, для продвижения своего, для того, чтобы друзей обрести, мотивы могут быть неважны. В любом случае им нужен отклик, им нужна медийность, им нужно улучшать свою медийность. Допустим, задача мотивации решена, остается задача техническая. Как это делать? Надо перенимать навыки, которые существовали у журналистов. Вот журналистика, ее заслуга перед будущим в том, что она накопила этот инструментарий. Журналисты, редакторы имеют и чутье, и навык, который распадается, наверное, на две основных части. Первое – это работа с фактурой. То есть надо уловить, найти действительно значимое для масс людей, то, что имеет потенциал отклика, происходящее в действительности. В действительности как физической, так и в действительности текста, то есть в других СМИ. Потому что мы можем быть авторами, описывая то, что делают другие СМИ или другие авторы. Для нас это тоже фактура. Тоже репост своего рода. Да, но репосты, переработка – это для нас тоже входящая фактура. То есть это работа с фактурой, то есть переосмысление действительности, переупаковка действительности. Очень важно сжатие действительности, то, что делало СМИ. Мы не можем познать мир непосредственно во всем его многообразии, никакой жизни в этом не хватит. Но СМИ упаковывали для нас мир в маленькую повестку, в маленькую панораму дня. И эта повестка у всех СМИ не имеет единый шаблон, с помощью которого издания и СМИ упаковывают партнер мира. Шаблон выглядит так. Политика, экономика, общество, спорт, культура, происшествия. Любое издание, даже специальное, оно в том или ином виде реализует элементы этого шаблона. И этот шаблон универсален даже для других видов публичной деятельности. Например, если мы посмотрим повестку дня акционерного собрания и пункты, которые там идут, там тоже мы видим отражение этого шаблона. Политика, экономика, общество, культура в виде банкета, и спорт в виде поездки на мероприятия. То есть, видимо, это некий такой стандарт восприятия действительности, политического развлекательного. Можно посмотреть, как этот шаблон перенимать у себя. Мы говорим сейчас о том, как людям, которые являются сами себе медиа, использовать журналистские навыки. А журналистский шаблон, вот этот, он реализуется с помощью набора рубрик. А любой блогер, если он создает в своем блоге некоторую рубритацию, ну, она там даже есть технически в виде тегов, да, но если он к этому относится именно как к рубрике, в которой могут быть представлены события политические и экономические, ну, в том числе с его личной точки зрения, да, то он создает, по сути, структуру СМИ. Только надо к этому относиться с мыслями, да, если это выживать, и использовать такой шаблон. Далее, работа с фактурой, это вот половина этой журналистской деятельности, а другая половина, это работа с подачей. Ну, в случае с пишущими журналистами мы говорим о тексте, да, то есть это работа с текстом. Далее, полученную фактуру нужно определенным образом не просто упаковать, но и подать, чтобы она была интересной. Ну, основной принцип, который руководствуется журналистом в этом случае, это главное сразу. Это принципиально отличается от бытового, обиходного подхода в нашей повседневной жизни. Потому что мы воспринимаем действительность в том технологическом порядке, как она разворачивается, да, сначала происходит там подготовка каких-то вещей, сначала мы думаем о том, почему значимо или важно то, что мы сейчас собираемся сделать, да, и мы интуитивно переносим эту же последовательность в те тексты, которые мы пишем. Кроме того, мы научены высшим образованием, научному стилю изложения. Мы должны сначала обосновать, почему это важно, сослаться на опыт предшественников, процитировать, рассказать методологию, как мы к этому пришли, и только потом сообщать главную мысль. Вот журналист поступает совершенно наоборот. Он сразу сообщает главному. Вот эта идея, она позволяет, ну, прежде всего, конкурировать с другими сообщениями, да. Потому что пока, если ты будешь подводить к главному, то другие уже сообщат главное, ты потеряешь внимание читателя. Поэтому, конечно, журналисты, прежде всего, сообщают главное. Этому способствует так называемый принцип перевернутой пирамиды, который там существует, известен в журналистике, да. Формально это выражено даже структурой текста. Журналистский текст имеет заголовок, лид, основной текст и массу вспомогательных элементов, таких как подворстки. Вот интересно даже сам феномен лида, такого фрагмента композиционного, которого нет в иных текстах. Лид – это главное сообщение, которое даже графически выделено на полосе страниц или на полосе газеты или журнала. Это в сжатом виде основная ударная мысль текста, поданная сразу в начале текста. Журналист сразу сообщает главное, и потом разворачивает подробности по мере убывания их интересностей. Вот применение лида, оно делает любой обывательский, бытовой текст профессиональным. По крайней мере, придает ему такие внешние черты профессионализма. И мы можем проследить даже на примерах непрофессиональных текстов, но успешных текстов ведущих блогеров. У них первые предложения в тексте всегда интересны. Кто-то из них, может быть, это осознанно научился, а кто-то пришел к этому интуитивно, потому что такова логика привлечения внимания. Это же маркетинг будет подходить, это витрина. Ты должен продать свой текст. Вот первые фразы в тексте, в журналистике это лид, они должны быть главными, ударными, яркими и так далее. Кроме того, ведь в интернете это определенным образом обусловлено технически. Когда статья публикуется, или текст публикуется, какие-то ссылки где-то на другом ресурсе, публикуется заголовок и начало текста, или заголовок и описание текста. Поэтому вот начало текста и описание текста, они должны быть ударными, должны сразу содержать то главное, что позволит привлечь внимание. Таким образом, перенимая журналистские подходы и адаптируя их для работы, для продвижения себя в интернете, для сбора наибольшего отклика, значит наибольшей аудитории для себя, можно добиваться успеха. Еще здесь, в этом ряду большого набора инструментов, я бы особо выделил приемы усиления текста, связанные, например, с сенсационностью. То, за что они любят журналистов и постоянно к ним возвращаются и читают, это то, что журналисты умеют делать, должны уметь делать, из любой даже самой гаурядной вещи сенсационную. Не всегда фактура бывает сенсационной, но тем не менее, если она хоть какой-то потенциал, интересности имеет, то сенсационность можно доработать даже средствами текста. Для этого можно использовать разные слова, усилители, такие как сенсационные, не имеющие аналога, беспрецедентные, ошеломляющие, масштабные, неожиданные. У меня есть такой словарь, слов усиления текста, которые чисто даже если разбросать по любому обычному тексту, просто расставить их по тексту, они заставляют текст играть совершенно иначе. Конечно, это тот эффект, когда встречают по одежке. Это формальный прием. Иногда он, конечно, вступает в резкое противоречие с собственным содержанием текста. Когда пишешь, что сенсационные события происходят на этой детской площадке, здесь лежат листочки, опавшие от акации. Конечно, ничего нет сенсационного в листочках акации, но само слово, вставленное сюда, распособно привлечь внимание. Можно играть даже на противоречии с тем, что события заурядные, а формальные приемы усиливают сенсационность. Но даже такого рода игра способна привлечь внимание. А иногда такие приемы действительно позволяют улучшить аттрактивность текста, то есть способность текста воздействовать на людей и, соответственно, распространяться. Я анализирую то, что Вы делаете. У меня такой вопрос сложился. Существует ли будущее у журналистики? И мне кажется, Вы в плане обучения этим секретом журналистическим выходите на новый уровень. Вы уже обучаете тому, как правильно... То есть это следующий уровень. Есть уровень, как правильно писать, а есть уровень, как обучать правильно писать. Можно ли это сказать? То, что касается журналистики, вопрос действительно дискутируемый. Ну, поскольку я являюсь автором книги «Когда умрут газеты», то понятно, что достаточно много выступая по теме смерти газет, которая вызывает достаточно много дискуссий, споров. Но в целом люди, работающие в отрасли, наверное, соглашаются, по крайней мере, с тем, что газеты как носитель находятся под угрозой. Я думаю, что, конечно, и журналистика, как выделенный институт, в том виде, как она родилась в 16-17 веке, тоже находится под угрозой. Потому что она обслуживала определенный уклад общественный, экономический. Он сейчас меняется. Происходит вольство, на мой взгляд. Журналистика как институт, скорее всего, перестанет существовать. Журналистика как функция, конечно же, останется. Потому что нам ведь нужна информация, даже не с точки зрения ее потребления и получения, мы ее получаем и так, нам не нужно за ней охотиться. Нам нужна информация с точки зрения ее распространения. Корпорации, политики, мы как частные медиа. Мы все хотим распространять информацию. И мы хотим это делать хорошо. И в этом смысле журналистика как функция, она остается востребованной. Больше того, она будет пользоваться все большим спросом. Что касается журналистики как профессии, то, по моему представлению, она перестанет быть субъектом, перестанет быть общественным институтом, вот как в прежнем понимании, да, как независимый институт, формирующий общественное мнение. Но журналистика будет помогать источникам распространения информации, таким как корпорации, политики, влади государства, эффективно доносить эту информацию. Конечно, и государству, и корпорациям будущего будут нужны профессиональные медиа, чтобы доносить их точку зрения. Здесь может произойти интересная такая вещь. Так появляется корпоративная журналистика или журналистика бренда. То есть журналистика, работающая, по сути, как отдел маркетинга, как пропагандисты все страны. Но могут произойти интересные вещи, ведь такого рода корпоративные СМИ или политические СМИ, им ведь тоже придется конкурировать за внимание читателя. Если они будут настроены на отклик, а не просто на отмывку денег издателя, то им придется привлекать читателя. А чем можно привлечь читателя? Мы вспоминаем идею медиаэволюции и понимаем, что в условиях конкуренции читателя можно привлекать социально значимыми темами. Иными словами, даже корпоративные СМИ, какие-нибудь они были сейчас пропагандистскими или ангажированными, даже в своей ангажированности они должны будут развивать свою медийность и все больше затрагивать социально значимые темы. И поразительно, но социально ответственная журналистика может перевозникнуть, родиться заново вот в этой среде, в среде издателей, которые хотят донести свою точку зрения. Потому что лобовая реклама сейчас никого не интересует, она неэффективна. Реклама, она тратит аудиторию, а контент способен аудиторию собирать. Поэтому реклама это технология 20-го века, индустриального века, а производство контента это технология коммуникативная наступившего века. И, конечно, издатели, наиболее передовые, прогрессивные издатели, которые призваны продвигать корпоративный бренд, они это понимают, они занимаются уже социально значимой журналистикой. И вот в этой среде может родиться новая социально значимая журналистика. Ее преимущество в том, что ее ангажированность очевидна. А старая журналистика, нам кажется, независимая, но всем известно, что, ну или, по крайней мере, существует равнозначная легенда, что журналистика продажная. Если не конкретно каким-то людям, которые платят, то продажная состоит на службе у большого капитала или у больших боссов, иначе говоря. Большая журналистика, она тоже ангажирована в этом смысле. Но вряд ли она представляет прямо уж вот так вот интересы всех людей. Она представляет интересы тех, кто финансирует эти механизмы через рекламу, через инвестиции, через дотацию и так далее. Поэтому вот ангажированность большой журналистики, она как бы закамуфлирована. И нивелируется мифом о независимости журналистов, очень полезным, но важным мифом в предыдущие годы. А ангажированность корпоративной журналистики, она очевидна. И в этом смысле тут нет морального ущерба. Мы все понимаем, что это если корпоративное издание, ну да, оно, так сказать, продвигает свой бренд. Но если оно делает это интересно и поднимает социально значимые темы, то это не только прибавляет плюсов в нашем восприятии. Поэтому вот журналистика как инструмент профессиональный, она может вот в этой среде сохраниться. Но платить за нее будет не аудитория, то есть не подписчики, а те, кто хотят распространить информацию. Власть, корпорации и так далее. В этом смысле контент будущего будет бесплатным, как бы это однозначно. Это одно направление для сохранения развития журналистики как профессии. Журналистика как функция будет развиваться и распространяться по той простой причине, что теперь огромное количество субъектов тоже становится медиа. И они перенимают эти навыки. Вот, так сказать, на семинарах тоже мы это все время обсуждаем. Опять-таки, журналисты уже умеют, другие только учатся. Но другие когда-нибудь научатся. И они научатся именно тому, что умели журналисты. Как привлекать внимание, как работать с фактурой, как упаковывать фактуру и так далее. И в этом смысле, например, журналистские факультеты, у них большое будущее. Потому что они будут обучать блогеров, они будут обучать корпорации. И я даже думаю, что наиболее интересные медийные прорывы, они будут в сфере корпоративной журналистики. То есть публикаторов не журналистских, не СМИшных. То есть вот те публикаторы, которые не СМИ, они заинтересованы в эффективном обращении к аудитории. Так что журналистские навыки будут развиваться, и огромное количество людей будут становиться тоже сами себе медиа. Больше того, их же можно классифицировать еще определенным образом. Лига, получившая возможность к авторству, это не только частные публикаторы. Я выделяю там три класса новых медиа. Это корпорация как медиа. Потому что корпорация сейчас не производит ничего, кроме контента, по сути. А ее какие-то филиалы, находящиеся на периферии мира и истории, они производят гайки, кроссовки, компьютеры. А корпорация как головное ядро, она производит только контент, исключительно контент. И задача корпорации собрать аудиторию под свой бренд. Это медийная задача. Поэтому современная корпорация это медиа. Другой тип публикатора это знаменитость. Знаменитость это тоже медиа. Естественно, что знаменитость это вообще явление медийное. Она живет в пространстве медиа. Но современная знаменитость имеет возможность не прибегать к посредничеству классических СМИ. Там, например, Аршавин имеет свой сайт, и сайт Аршавина это СМИ. И в этом смысле Аршавин это СМИ тоже. Не надо читать газету «Советский спорт». Интервью Аршавина, его фотографии, отчеты о матче, сделанные волонтерами, причем классно сделанные, можно прочитать на каких-то ресурсах, которые брендированы, фамилия Аршавина. Второй тип, иными словами, это знаменитость. Второй тип публикатора. И третий тип публикатора это частный человек. Все мы. Частный человек, как публикатор, любитель, но зато огромная масса. Знаменитость, как публикатор, это полулюбитель. Потому что не всегда, так сказать, профессионально действует. Но многие знаменитости, особенно крупные, уже привлекают профессионалов медиа для продвижения своего бренда. То есть появляются признаки профессиональной медиа-активности. Корпорация, как публикатор, безусловно, профессиональный шабьет. Корпорация привыкла и умеет действовать профессионально, имеет для этого бюджета. Корпорации сейчас перекупают медиа-специалистов у старых медиа. Многие именитые редакторы переходят и возглавляют коммуникационные направления в корпорациях. И вот корпорации в этом смысле, пожалуй, являются даже конкурентами СМИ с точки зрения медийного профессионализма. Я имею в виду конкурентами старых СМИ, первородных СМИ. Если люди, как медиа, являются конкурентами с точки зрения репортерства, с точки зрения вездесущности. Потому что блогер всегда есть на месте. Журналисту надо приехать туда, где что-то случилось, а блогер он уже там. На месте происшествия. Не конкретный блогер, а какой-нибудь. Он уже там, он объективно там. И мы потребляем сообщения о наиболее горячих новостях из благосферы, из различных социальных сетей. Потому что кто-нибудь там оказался. А другие, увидев это сообщение и понимая, что это интересно. То, что раньше сделали бы журналисты. Они теперь это перепустят. А потом об этом узнают СМИ и тоже у себя пишут. И посылают журналистов, чтобы написать еще, например, текст какой-то об этом хороший. Ну да, в производстве текста стилистический журналист, конечно, способен выиграть у блогера. Но и тоже не всегда. Есть блогеры тоже с хорошим качеством текстов. Ну и последний, наверное, попрошу вас делать такой небольшой дать совет начинающим. Ну, не обязательно журналистам, может быть, предпринимателям, которые нас смотрят. Может быть, в области текста, может быть, в области продвижения. Вот что важно для начинающих, как вы считаете? Или какой-нибудь, может быть, конкретной методикой, может быть, просто... Вот про предпринимателей интересно. Если говорить о тех предпринимателей, которым нужны такого рода советы, то, скорее всего, те предприниматели, которые, ну, подозревают, что в интернете есть огромный потенциал на продвижение, да. Мой совет был бы связан для таких людей, которые, ну, находятся на стадии порога, на стадии входа. Мой бы совет был связан с предостережением. Я бы предостерег от рисков восторга. Ну, риски восторга – это такая штука, когда люди переоценивают возможность чего-то, а в результате не просто они получают результат несколько хуже, чем ожидали, но они получают реальный ущерб. Когда люди бросаются в интернет, не понимая его природу, не понимая жестокостью юристного распространения, не понимая возможность, точнее говоря, отсутствия возможности оспорить произошедшее в интернете, невозможно оспорить произошедшее в интернете, невозможно. Даже поймав источники распространения нежелательной информации, посадив их в тюрьму, и даже публиковав извинения на всех сайтах, где было что-то там нехорошее сказано, невозможно это остановить, да. Вот эти риски существуют, их нужно понимать, и здесь нужна определенная осторожность для людей, которые рассматривают этот инструмент, думая о его позитивном эффекте. Да, он точно так же может иметь негативный эффект. СМИ можно заткнуть, деньгами, судебным решением можно заткнуть, да, вирусный редактор заткнуть нельзя. Это не удается самым могущественным структурам, это не удается государству, да, тем более это не удастся там частному человеку или даже какому-то предпринимателю, как бы он богат ни был, да. В этом смысле здесь вот нужна определенная, наоборот, осторожность и понимание этих механизмов. Не стоит ждать многого вот интернета, не понимая его природы, да. Вот сначала нужно там пробовать, входить, получать личное удовольствие, понимать те механизмы, которые там действуют, потом можно ставить какие-то цели, связанные там с продвижением и так далее. И вот уже на том этапе, да, когда уже есть понимание рисков, да, можно говорить о применении разного рода инструментов, там, ну, журналистских, о которых я рассказывал, да. Есть еще набор там технических инструментов, о которых могут рассказывать компьютерщики, да, как там оптимизировать сайт и как там добиваться продвижения в топовы выдачи в поисковых системах и так далее. Там не все эти приемы, они как бы красивые, но они тем не менее существуют. Вот, но весь этот инструментарий, он нужен потом, и на том этапе, когда людям это необходимо, ну, уже, наверное, им не нужны советы, как людям, начинающим жизнь в интернете, да. Поэтому совет начинающим жизнь в интернете, будьте осторожны. И второй совет, который я бы дал, исходя из того, какое все более возрастающее влияние интернет оказывает на нашу жизнь, он звучит так, сопротивляйтесь, сопротивляйтесь. Насколько возможно заставляйте детей читать книгу, да, насколько возможно заставляйте детей проводить время в реальном общении, а не в интернет общении. Потому что, безусловно, за интернетом будущее, и, безусловно, человечество рано или поздно перейдет в виртуальное пространство полностью, причем, как футуролог, я предполагаю, что даже физически перейдет он в это пространство. Но на периоде слома, который мы сейчас переживаем, события происходят слишком быстро. А психологически, политически, социально мы не готовы. Наша адаптация не успевает за этими событиями. И здесь важно понимание, адаптация, важны все эти вещи. И важно также сопротивляться, удерживая некоторые старые вещи, в рамках которых действуют старые ценности. Старые представления о человечности, об отношениях между людьми. Рэперными такими точками для старых ценностей является чтение книг, является живое общение между людьми, являются какие-то ценности общения с природой. И в этом смысле, понимая интернет, надо понимать его риски и надо сопротивляться. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо. Дорогие друзья, я вам желаю, чтобы вы, изучая интернет, все-таки оставались в реальности. На этом наше интервью закончено. Большое спасибо, что были с нами. Спасибо. Спасибо.